Минобороны РФ объяснила свои действия. Наконец-то все станет на свои места. Но как отнесется население к салютам и празднованию Дня Москвы во время такого стратегического отступления? В эфире нефта самые важные интересные новости. Украина наступает, Россия отступает и объявляет эвакуацию с оккупированных территорий. Филиалы администрации будут находиться в городе Курск, Якутск, Владивосток и Санкт-Петербург до стабилизации ситуации в городе. Министр обороны Украины делится секретами про Рамштайн. Партнеры, которые пригнались в этих форматах, они верят в победу Украины. Это очень важный аспект. День Москвы. Техника Росгвардии на улицах российской столицы и дорогой салют, который и возмутил россиян. Московские уроды празднуют, а люди воюют без бронежилетов. Спасибо, что вы с нами. Доверяйте нам, оставляйте комментарии. Нам важно знать, что вы думаете. Не забывайте также нажимать на колокольчик и ставить отметку «Нравится». Не просто потому, что нам приятно, но вы сами таким образом увеличиваете количество тех, кто сможет это видео увидеть. Давайте делать доброе дело вместе. Начнем. В освобожденной Балаклее прошла церемония поднятия государственного флага. На ней присутствовал генерал ВСУ Александр Сырский, которого называют одним из архитекторов операции по освобождению. Мы сегодня завершим крапку изменения Балаклее, первого великого места. Під час нашего наступа я уверен в том, что это не последнее место. У нас попереду Купинск, который уже наполовину взят нашими войсками. Попереду изъем, но и много других. Поэтому сегодня официально ставим крапку зачистки этого места и поднимаем наш государственный прапор. Церемония поднятия державного прапора. Приступайте. Российская армия отрицательно наступает из многих городов, не только Харьковской, но и Луганской и Донецкой областей. К примеру, Волчанск, в который перебрасывалась так называемая администрация оккупированных территорий Харьковской области, сегодня пишет такое. Филиалы администрации будут находиться в городе Курск, Якутск, Владивосток и Санкт-Петербург до стабилизации ситуации в городе. Подразделение вооруженных сил Российской Федерации обязательно вернет под свой контроль все русские земли на Харьковщине. Мы соберем всю информацию об этом наступлении и расскажем в следующем выпуске, сейчас станет понятнее. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Но о роли Волчанска и как вообще стало возможным такое продвижение мы спросили у военного эксперта. Купенск сейчас это основное, потому что через него идет и самое важное это железная дорога. Российская армия до сих пор привязана к железным дорогам в логистике. Выход, собственно, к Северскому Донцу, ну то есть как бы вот это, и там получается, что он правый берег, он выше, чем левый. И благодаря этому возможен огневой контроль и дальше совершенно, ну то есть без взятия там Волчанска или взятия каких-то таких крупных населенных. Сейчас характер боевых действий мобильный. Маневренные группы ЗСУ, они входят в глубину, уничтожают блокпосты, уничтожают логистику, которая есть. Без закрепления на данный момент, то есть то, что мы видели, например, утром вывешен флаг там на определенных реперных точках. Это означает такой временный контроль, продвижение основных частей армии еще нет. Это, то есть как бы сейчас россияне пытаются стягивать огневые средства и авиацию, и поэтому наш генштаб, я так понимаю, крупными силами еще не наступает. Это просто точечные удары, точечные удары мобильных групп. Около двух тысяч квадратных километров Харьковщины освобождено, и около трех тысяч еще в серой зоне и нуждаются в подтверждении. 16% территории всей области. Но не только Харьковской. Местные жители видели вооруженные силы Украины на окраинах Лисичанска, и в Кременной сегодня ночью вольняли украинский флаг партизана, и людям уже мерещится на каждом шагу военной в украинской форме. И могу сказать однозначно, что да, нам, конечно, нужно дождаться официальной информации от генерального штаба вооруженных сил Украины. Они пусть прокомментируют развитие событий, но то, что оккупанты бегут из всех оккупированных городов, это уже факт, который подтверждается огромным количеством видео, фотоматериалов. И только у кадыровцев все хорошо, и они побеждают. Конечно же, всех. Хочу сказать, что действительно очень сильно удивляет политика руководства ВСАУ, потому что, если прямо сказать, настолько жестоко, беззалаберно они закидывают свои подразделения вперед. Значит, позавчера было отбито несколько так называемых контрнаступлений, вчера было отбито несколько таких же контрнаступлений, сегодня та же самая картина. То есть бойцы ВСАУ закидываются на передовую абсолютно, не жалея их никаким образом, и уничтожаются пачками. Чем закидываются эти бойцы и где они воюют, что отражают наступление за наступлением, пока не ясно. Минобороны Российской Федерации выступила с заявлением о том, что это было. И, как оказывается, это все было тщательно спланировано. Принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. Мы даже собрали самые лучшие комментарии на это видео в нашем телеграм-канале, чтобы вы могли проникнуться вместе с нами. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Из заявления Минобороны можно сделать вывод, что оставшиеся на полях боеприпасы и техника – это подарки по случаю хорошо спланированной операции. А эвакуация из тех районов, в которых эта перегруппировка скоропостижно происходит – это только часть большого плана. Только вот «Единая Россия», как партия, перевозит своих волонтеров из-за участившихся обстрелов украинской стороны, как они говорят. Минобороны и «Единая Россия» не договорились, кто в кого стреляет. «Единая Россия» перебросила сводный волонтерский отряд из Балаклея, Купянска, Изюма и Волчанска в ПВР на границе с Белгородской областью, куда прибывают беженцы, массово выезжающие из Харьковской области из-за усилившихся обстрелов украинских националистов. Окупанты стараются создать для своих медиа картинку, на которой жители с территории, где ВСУ ведут контрнаступление, бегут исключительно в сторону России. Мы как раз сейчас боремся на погранпереходе Луганской народной республики и России, и сейчас через этот пункт пропуска, не будем показывать, где конкретно. Очень много машин с украинскими номерами, люди как раз из Балаклея, Изюма, Купинска, покидают территорию Харьковской области, освобожденные территории. Понятно, что боятся, выезжают в сторону России. Видимо, организованные пункты пропуска идут на российской территории. То есть все-таки в какой-то мере организована и эвакуация медных жителей, то есть им какие-то маршруты провожили, они выезжают. Мы прямо сейчас наблюдаем за час примерно машину номера 10-12. Я думаю, больше. Больше, потому что мы стоим только на одной полосе, их здесь две. Это вопрос о том, что люди в огромном количестве едут именно к нам. Россияне публикуют множество видео, на которых очереди якобы на выезд из Украины, потому что в России людям пообещали помочь, палатки и, цитирую, никаких фильтрационных лагерей. Конец цитаты. И еще одни эвакуируют, спасают людей из Изюма, естественно, на территорию РФ. Город в очень тяжелом состоянии, очень большое количество разрешений. Ситуация очень тяжелая. Частично начали эвакуацию, пусть небольшими темпами, но по мере возможности вывозим сюда на территорию Российской Федерации. Здесь их принимают в миграционном центре, оказывают им психологическую и гуманитарную помощь. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать спасать людей. Здесь и попытка оправдать выход из города. Дескать, в ВСУ тут все равно все разнесло. И снова указать на то, что жители Изюма хотят эвакуироваться только в РФ. Подвезли немного военной аналитики от человека, которому сбритые усы помешали попасть на фронт. Ну и которого почему-то россияне не посадили за подделку документов, как минимум. А у меня есть впечатление, что в октябре начнет разваливаться наша армия. И не потому, что она такая небоеспособная или трусливая, а потому, что она просто снабжается так, что зима наступит для нашей армии. Как всегда неожиданно. 25 с лишним тысяч выстрелов собираются совершить на дне города в Москве в ближайшее воскресенье. Вот на это деньги есть получается. А на то, чтобы военнослужащих, в том числе сидящих в окопах на фронте, нормально обеспечить бронежилетами, нормальными касками, беспилотными аппаратами, ночными тепловизионными прицелами, на это денег получается нет. Так далеко генштаб РФ не думает. До зимы еще нужно дожить. Но тут подключилась целая экспертная армия из сети интернет. Московские уроды празднуют, а люди воюют без бронежилетов. Путин стал жевать сопли. Воевать надо серьезнее. Маргарита, тебя слушать, себя не уважать. Ты говорила, что Украину на раз-два возьмем. А на деле вон что видим. Хохлы берут за день то, что мы брали месяц. А вот в Москве сегодня правда будут праздновать. Москве сегодня 875 лет. День рождения и юбилей столицы – это праздник и для всей России. Ведь во все времена Москва играла огромную роль в становлении жизни нашей страны. Кроме праздничного настроения, в столице отступающей страны было замечено еще несколько колонн с вооруженными силами, предположительно Росгвардией. На переворот рассчитывать не приходится, но было бы интересно. Накануне новой встречи в немецком Рамштайне, где собираются главы оборонных ведомств стран-союзников Украины, министр обороны объяснил, как вообще работает такая международная помощь и что будет нужно Украине еще. Мы маем сегодня системы спецартилерии, как Хаймарс, МЛРС, которые как раз наносят эти точечные хирургические уражения. Мы маем артилерию 155-го калибра, там больше семи систем різных сучасных, нативских. Мы маем спецснаряды и до МЛРС, и до 155-го калибра. Мы маем различные системы безпилотников, различные системы контрбатарейной борьбы, антирадарные ракеты, которых у нас раньше не было, которые мы заслепляем ворога и так далее. Мы маем с вами гарпуни на озброенні спусковыми установками, что позволяет в Чорном море почувствовать себя более безопасно и, до речи, организовывать акции доброй воли по звольнению, например, острова Зміїного. Партнеры, которые прийнались до этих форматов, они верят в победу Украины. Это очень важный аспект. И поэтому, когда они с мной и между собой обговорят поддержку Украины, в том числе на довгостроковую перспективу, покращенню наших спроможностей в ППО и в ПРО, потому что есть наша старорадянская, скажем так, система. До речи, Украина, на превеликий жаль, в свой час за газ росіянам платила протизенітными, протиповітряными комплексами, такими ті ж самими дивизионами, и БУКу, и С-300, и так далее, и так далее. Сьогодні вони їх застосовують проти нас. Наші гроші скіровують вбивати наших людей. Над созданием собственной системи противоракетной обороны планирують трудиться специалисты Укроборонпрома, как говорит министр. Такі системи защищають від неуправляемих ракет. Ярким примером є ізраїльський железний купол, об ефективності которого ходять легенди. В районі Керчі сильний пожар. Тут уже не вооруженні сили України, скорее всего. Горять поля, дому, все на площади порядка ста гектаров. Будуть тушити, чи пожарні тоже отступають. Інформацію уточняю. Активисты Greenpeace North заблокировали выгрузку танкера, который перевозит российский зжиженый газ. Они заблокировали терминал, заняли краны и, сделав разгрузку невозможной, обратились к правительству. Тот факт, что российский зжиженый газ все еще имеет право поступать в Швецию, спустя более шести месяцев после того, как Путин начал свое вторжение в Украину, неприемлем. Неразумно одной рукой помогать Украине, а другой – финансировать вторжение Путина. На эту минуту у меня все. Спасибо, что вы с нами. Поддерживайте ресурсы НЕХТА. Лайки, репосты и комментарии – это очень важно, и они помогают расширять нашу аудиторию. Кроме того, что нас с вами становится больше, это еще и означает, что больше людей узнают правду. До новых встреч и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова